Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 26 мая, час дня у нас плюс 29. Спасает только то, что я поливаю на себя леечку с водой. Пока я мокрая, можно работать. Вот сейчас хочу в перерыве между работой, я подвязываю томаты, рассказать вам о томатах, о подкормках, о графике подкормок. Многие спрашивают, хотя у меня еще руки не дошли до подкормок, но говорить об этом нужно сейчас, чтобы вы понимали, что такое график подкормок, какой вам подходит и вообще, как подкармливать томаты. Когда в одном из моих видеороликов промелькнуло у меня выражение график подкормки томатов, многие начали спрашивать, а где можно увидеть график подкормок томатов, а какой график? Я сейчас вам сразу скажу, что график подкормок томатов вы, скорее всего, нигде не увидите, потому что это такое понятие условное. График подкормок томатов у нас у каждого будет свой. Я сейчас вам расскажу, какие они бывают и чем они отличаются. Сразу скажу, что график может быть по датам высадки, это первый вариант, и по фазам развития растений. Если кто еще, ну как только начинает свою огородную историю и не понимает, в чем разница, я сейчас вот в этом подробном видео расскажу, но сразу скажу, что ваш график подкормок, он никогда не будет, скорее всего, похож на график подкормок других людей, потому что у всех разная почва, у всех разные сорта томатов, разные условия выращивания, от всего этого зависит. Я вот как раз сейчас села, вот вначале видео вы видели, села среди двух рядов, один рядочек маленький, вот такой вот, видите, они еще не цветут, а во втором ряду, ой, извините, на ноги не смотрите грязные, во втором ряду томаты уже большие, и ясно, что им не нужна одна и та же подкормка, скорее всего. Им нужны разные подкормки, от чего это зависит. Сейчас начнем все сначала. Сначала разберем вариант, график подкормок по дате высадки. Ну и тут я напомню, что этот состав вот этих подкормок будет зависеть от плодородия вашей почвы, от того, что вы положили в лунку, заправляли вы грунт осенью или нет. Я сейчас, мы на это ничего не будем обращать внимания, мы вот такие обобщенный график, я вам выведу, на который можно ориентироваться. Вот смотрите, график подкормки, первый пункт, после высадки через две недели, везде, если вы посмотрите какие-то видеоролики или почитаете статьи специалистов, почти везде написано, что после высадки в грунт через 10, 15 или 20 дней нужно сделать первую подкормку полную комплексом НПК, то есть азот, фосфор, калий. Но это учитывается, что если вы рассаду высадили в молодом состоянии, в стандартном, 6-7 листьев, например, там, и зачаток цветочной кисти, и вот через две недели она будет выглядеть как раз вот такой. Вот вам пример. Вот, она еще не цветет, и тогда первая подкормка по дате высадки через две недели. То есть, если вы высадите, например, 1 июня, как вот у нас в Сибирском регионе, высадили бы люди, если бы не была весна такой ранней, то в середине июня, 15 июня делаем первую подкормку НПК. Ну тут, знаете как, смотрим состояние растений. Если растение хиленькое, то азот добавляем, если растение такое хорошее, то можно азота меньше, можно еще микроэлементы, а если вообще все хорошо, и если был заправлен грунт, то в это время можно просто микроэлементы. Оно еще молодое, ему еще очень мало нужно. Дальше по графику, после первой подкормки, также через две недели мы повторяем. Но это опять же с тем условием, что если они еще молодые такие, если они еще, ну, короче, если они не такие, как вот эти. Хотя у меня, видите, рядом в соседних рядах разного возраста рассада. И вот я сейчас говорю, вот, например, просто про ту стандартную молодую, которую мы высаживаем. Тут уже можно без азота, суперфосфат, например, и калий, можно нитрофоску какие-то, можно только микроэлементы. Опять же, если у вас был очень хорошо удобрен грунт, если в лунку вы все добавляли, то через такой короткий промежуток, конечно, оно все это не употреблит, молодая рассада, и ей все хватит. Потом, во время цветения, ну, опять я говорю, что мы сейчас рассматриваем только ту рассаду, которую, как правильно мы высадили, в маленьком молодом состоянии. И когда она уже подрастет и начнет цвести, будет вот такая. У меня-то, видите, разномастная, с разных сроков посева. И во время цветения это уже будет третья подкормка, как только она массово зацветет. Фосфор, калий ей нужен. И всегда добавляют специалисты, что лучше всего чередовать подкормки натуральные и вот минеральными средствами. Чем вы будете подкармливать, это уже совсем другой вопрос. Тут как вы будете составлять, мы сейчас говорим только о графике. Так, это первая была после высадки 2 недели, потом вторая через 2 недели, третья во время цветения, и четвертая во время завязывания плодов. Вот я вам сейчас покажу. Вот во время завязывания плодов, например, вот такая она будет. У меня-то они все вместе, но она через какое-то время, вот к четвертой подкормке она должна быть... Ой, сейчас, подождите. К четвертой подкормке должна быть рассада уже вот такая, с яблочками. То есть начало завязывание, тогда уже продолжаем мы дальше подкармливать. Она уже немножко другая будет. Тут можно... Тут нужен опять же фосфор калий, но тут можно просто... Монофосфатом, например, опрыскивают некоторые. Суперфосфат и сульфат калия. Ну, короче, любое, хоть что, фосфор и калий. А вот во время пятого, вот чуть-чуть, когда уже они начнут как большие быть плоды, пятая подкормка, тут уже мы должны добавить бор, марганец, йод некоторые рекомендуют добавлять. Ну, а фосфор и калий на протяжении всех подкормок. И вот смотрите, если у вас нормальный грунт, если у вас все такая не очень бедная земля, то пяти вот таких основных подкормок, это вот то, что я перечислила, это основные подкормки. Идут они через две недели или там подросла немножко, вы видите, когда тормозит, стоит на месте, можно через три недели. Но во весь этот период, в продолжение всего этого времени, можно, конечно, дополнительно во время стрессовых ситуаций опрыскивать эпином, энтарной кислотой, во время, вот чтобы лучше завязывались, можно опрыскивать этим борной кислотой, завязью, можно делать опрыскивание микроэлементами. Это не считается основные подкормки, это как бы дополнение, как корректировка вот этой ситуации, чего вам не хватает, то вы и делаете. Это мы посмотрели по датам высадки. Ну, как вы сейчас видите, что у меня, например, вот одно поле, вот это я показывала маленькое, это уже с плодами, еще есть подкормки, график можете составить по фазам развития растений. Например, первая подкормка, которую я говорила, через две недели после высадки, я, например, ее пропустила, потому что я высадила их взрослые, они стояли в стаканах. Вторую, время цветения, я тоже пропустила, и у меня я, когда высадила вот эти томаты, они уже почти сразу начали завязываться, то есть вы можете начать сразу с третьей подкормки, которая во время цветения, во время образования завязей, во время плодоношения. И вот поэтому я говорю, что график подкормок у нас, ой, извините, у всех будет совершенно разный, особенно если у вас посадки такие большие, сложные, с разными датами посевов, но ориентироваться все-таки вот на такие, как, вот такие вот есть маркеры, время, когда делать подкормку, это после высадки через две недели, после первой подкормки опять через две недели, потом фаза цветения следующая, фаза плодообразования следующая, и пятая фаза плодоношения, все, пять основных подкормок, все специалисты утверждают, что достаточно подкормить томаты пять раз, а если вы заправляли лунку, и если в грунт вы уже все это добавляли, то даже меньшее количество достаточно, и у вас будет и хорошее растение, и хороший урожай, но это все индивидуально, каждый, я вот, видите, у меня сижу сейчас, тут вот уже здоровые помидоры, сейчас вот приблизимся, где-то вот я вон увидела, вообще большая вон, вот видите, какие огромные плоды, не было еще ни одной подкормки, это то есть, я уже первую пропустила, через две недели после высадки, вторую пропустила, когда она через две недели после первой, они уже там месяц сидят, третью пропустила, ну а что делать, жизнь вносит свои коррективы, будем стараться сейчас какими-то опрыскиваниями восполнять, все, до свидания. Я вот сейчас вам рассказывала про подкормки, но могу сказать, что исходя из личного опыта, тут самое страшное, не то, что пропустишь какую-то подкормку, а самое страшное, что у нас непредсказуемая погода, вот я сегодня вам показывала такое страшное небо, опять идут предупредительные смс-ки от МЧС, об ухудшении там, о штормовых ветрах, и прочитала комментарии от других зрителей, тоже у кого-то груат, у кого-то передали, что будут заморозки, так что иногда даже и забываешь о каких-то подкормках, лишь бы просто они выжили, чтобы сохранить их, вырастить до такого периода, когда им будет уже не опасен ни мороз, ни заморозок, ничто, так что я вам честно скажу, что я на соблюдение графика подкормок никогда не обращаю внимания, что вот что-то пропустила, или что-то, можно потом все восполнить, можно сделать и эти, и опрыскивание, можно сделать потом вытяжку из суперфосфата, полить под луночки, если уж ничего не делали, вот я в этом году, мне еще было некогда, потому что у меня еще продолжается высадка, правда подходит к концу, ни о каких подкормках пока речи еще нет, но плоды уже висят, ну что делать, будем делать подкормки с опозданием, если переживем, вот этот грядущий град, который нам обещают уже целую неделю, но погода правда портится, уже ветер начал такой нехороший дуть, утром я вам показывала небо нехорошее, чем-то все равно это закончится таким неприятным, какие тут подкормки, будем сейчас думать, как уберечься от града, благодаря chemу.